Хикар Орландо, лучший канал на ютубе. Я не знаю, почему вы до сих пор на него не подписались. Мне кажется, Герман Ли Классик, Конья Чай, Д104 Ик. Ну, хоть где-то я в эту тройку вхожу. Ни о чем канала, а вот канал Хикар Орландо, это тот канал, на который ты должен подписаться. Ссылка в описании. Привет всем, с вами я Данил Игромов ОК Д104 Ик. И сегодня у нас обзор на PES 2021. Я понимаю, что про Evolution Soccer у нас вышло новое обновление, а не новая игра. Но при этом мне часто говорили, чтобы я снял обзор на PES 2020. Я не соглашался, потому что мне эта игра не нравилась, я ее считал очень плохой. А сегодня я все-таки постараюсь сделать новый вывод. Может быть, все-таки мне эта игра понравится, и я не буду говорить, что это самая худшая игра про футбол. Я не понял, что изменилось в Pro Evolution с условием того, что у нас сейчас уже 21-я PES, а не 20-я. У меня остались множество крутых игроков, такие как Месси, Гризман, тот же Ронал Диньо. Но я, честно говоря, не знаю, что изменилось, хотя у меня есть парочку позиций, которые нужно было бы улучшить. Давайте сейчас попробуем открыть какие-нибудь пакцы, чтобы улучшить этот стат, а после этого сыграем матч. Потому что, честно говоря, недавно я сыграл один матч, и мне понравилось. Хотя до этого, когда я играл матчи, мне вообще не нравилось. И сегодня я постараюсь сделать объективный вывод спустя некоторое время. У меня есть один черный мячик, и это нам говорит о том, что нам может выпасть любой крутой игрок. И мы должны сегодня получить какого-нибудь крутого игрока с минимальным рейтингом 85. Так что давайте попробуем открыть и посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, поймать сейчас Роналду было бы очень круто, но это вряд ли получится. Конечно, дизайн вот этот очень красивый, но нужно понимать, что могли хоть что-то изменить. Она выпадает в Дхе, это же Дхе, да? Если я не туплю. Да, она выпадает в Дхе, у меня как раз вратаря не хватало, и это очень круто, этому я очень сильно рад. Не только у eSports проблема с серверами, почему-то в Pro Evolution у меня вот такая проблема, сервера плохо работают. Обидно, обидно, я хотел нормально поиграть, а у меня нормально пока что не получается. Все, я поставил Дхе, у меня тут еще есть парочку карточек. Тот же Максимович есть, но я не знаю, какой смысл его сейчас ставить в состав, потому что, в принципе, центральные защитники у меня более-менее. И вот такой состав уже смотрится в разы лучше, и сейчас давайте попробуем сыграть матч. Я вот просто, когда последний раз играл, мне очень сильно понравился матч, хотя раньше у меня было совсем противоположное мнение. И я даже сейчас не знаю, как я подведу этот видеоролик, как самая худшая игра или нет, но уведомление о ТикТок я точно получу. У меня тут какие-то два матча есть, я помню, что вот недавно я матч играл, я выиграл, а другой матч я, наверное, играл ровно год назад. Поэтому давайте продолжать традицию и выигрывать в этих соревнованиях, я не знаю, что это такое. ЦСКА Москва, вроде футбольного клуба Барселона, где вы видели такое? И вот так вот мы видим дизайн этой игры, так скажем, гейплей. Не знаю, не знаю. Вроде бы и круто, а вроде бы, когда играешь в FU Mobile, смотрится поприкольней. Но единственное, что мне точно здесь очень сильно понравилось, это играть в пас. Играть в пас здесь очень круто. И давайте попробуем выиграть этот матч или хотя бы забить один гол. Так, есть хорошая передача. Лукас Перес, давай бей! И, блин, первый хороший удар, но, к сожалению, это не гол. У нас есть еще одна подача, а там получился удар. Да, игра, конечно, интересная. И забить в гол все-таки не помешало, но у нас только угловой. Что? Что? Как мы не забиваем? Мы забиваем гол. Очень странно получилось. Давайте празднование гола какое-то посмотрим. Здесь это очень круто реализовано. Вот эти, так скажем, подсъемки моментов, они мне очень нравятся. Они напоминают настоящую, то есть Песка, которая идет на компьютере. В этом огромный респект Пес. Но, блин, почему-то мне она не сильно нравится. Я не знаю почему. Здесь, конечно, глупо. Защитники сыграли и еле-еле получилось забить гол. Но главное, что мы выходим вперед. Лионель Месси очень хорошо бежит. Я вижу там открывание. Можно давать пас. И Гризман забивает второй гол. Вот здесь было раскатано просто идеально. И я сомневаюсь, что я играю сейчас против компьютера. Потому что как-то слишком легко. Но опразднование, ну, прям как у компа. Ну, прям как у компа. В плане, что это не телефонная версия иногда кажется. Из-за этого просто огромный респект Песерам. Так, Перес. Хорошая передача. Месси, давай в дальний угол бей. Ух, как, блин, выстрелил. Но гол забить не получилось. Гризман хорошо бежит. И удар в уголок. Но вратарь тащит. Второй тайм дался сложнее. Но я в любом случае выиграл 2-0. Не знаю почему, но эту игру сравнивать с FIFA и, ну, особенно FIFA Mobile, мне очень тяжело. Как по мне, это почему-то достаточно разные игры. И если бы, например, у Пески была бы какая-нибудь карьера в этой игре, это, наверное, дало бы такое преимущество про Evolution. Но, к сожалению, это обычный режим наподобие Ultimate Team, только MyClub, и который очень, как по мне, плохо реализован. Поиграть в Песку где-нибудь 2 недели, наверное, можно, но впоследствии будет очень скучно. Потому что выпасть игрокам 90 рейтинг тут очень легко. Я Месси уже имею, Уандайка имею, Гризмана имею. Ну, а когда ловишь таких игроков, не видишь никакого прогресса и смысла играть дальше. Если он есть, то поделитесь им в комментариях. И можете поделиться в комментариях мнением насчет этой игры. Но оно у меня вот какое-то такое. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.